В этом небольшом уроке мы с вами научимся создавать вот такие картинки для наших сайтов, для наших веб-страниц, продающих страниц. Урок небольшой, но очень полезный. Просто потом проделайте все это самостоятельно на своем компьютере. Немножко просмотрели, остановили, сделали. Я думаю, уже через полчаса, минут через сорок вы научитесь делать такие красивые картинки. Вообще их называют хедер. Итак, первое, с чего мы начинаем, это подготовительные операции. Идите во вкладочку «Пуск», нажимайте левой кнопкой и пишите внизу «Ножницы». Как видите, сверху сразу появился ярлык под названием «Ножницы». Левой кнопочкой нажимаете и тащите вниз, закрепляете на панели «Задач». Ну, скажем, вот сюда. И отпускаете. У вас появились ножницы. В дальнейшем для работы, для того, чтобы сфотографировать часть экрана, вам эта программка очень пригодится. И дальше напишите здесь, пожалуйста, по-английски «PowerPoint». По-в-в-у. И вот видите, уже сверху появилась вот эта программка. Это офисная программка для создания презентации. Но она, опять же, нам очень нужна. Мы ее рядом с ножницами вот сюда закрепляем. Все. Первая часть нашего плана закончена. У нас есть два инструмента для создания вот таких вот красивых хеддеров. Будем уже называть по-научному. Итак, что нам потребуется для того, чтобы создать такие красивые картинки? Конечно, поисковик. Поисковик Яндекс. Там есть шикарная такая вот функция «Поиск картинок». Поэтому открываем браузер. Вот у меня Google Chrome. Открываем здесь Яндекс. И, как видите, здесь сверху есть слово «Картинки». Пишем здесь интересующее нас слово. Мы с вами решили сделать для компании «Тенториум». Так и пишем. «Тенториум». «Найти». И поиск нам предоставит сейчас огромное количество картинок, которые мы просто внимательно должны с вами просмотреть. И выбрать ту, которая подойдет. Давайте прокручивать картинки и искать то, что нам надо. Тут есть внизу еще картинки. Добавляйте, если сразу что-то не нашли. И крутите, крутите, крутите. Здесь тысячи картинок на любую тему. Вот мне понравилась картинка. Кликаем на нее. И наводим правой кнопкой. Сохранить картинку как. Я буду сохранять на рабочий стол. То есть, выбрал рабочий стол и сохранить. Вот она у меня здесь уже есть. Просто я уже немножко подготовился. Итак, одну картинку я нашел. Давайте еще найдем картинку. Уже такую, как бы, фоновую, основную. Ну вот. Вот эта картинка, которую, собственно, я и взял за основу. И, как видите, именно из нее мы с вами сейчас и сделаем хедер. Тоже правой кнопкой. Сохранить картинку как. И на рабочий стол. Вот я ее сохранил сюда. Видите, да? Ну и, собственно, сохранить. И на этом все. Дальше пошли уже работать в наш непосредственно редактор PowerPoint. Нажимаем PowerPoint. Вот здесь у нас чистый слайд. Чистый слайд, на котором мы и будем работать. Вы знаете, я еще и люблю здесь делать, чтобы не было у меня вот этих вот заголовков. Можно просто правой кнопочкой вырезать. Правой кнопочкой вырезать. Чтобы не было у меня ничего. Ничего, просто белое поле. Итак, с чего мы начинаем? Вставляем сюда картинку. Вставка. Картинка. Вернее, рисунок. И выбираем на рабочем столе. Нашу картину. Вот она. Выделили ее и нажали вставить. Что дальше? Растянем ее до ширины экрана. Ну, вот так примерно. И немножко сузим. Потому что она у нас все-таки будет не самое главное место занимать на сайте. Внизу будет еще текст, видео. Поэтому она не должна быть чересчур широкой. Итак, первая картиночка у нас есть. Теперь, если вы помните, у нас еще была пчелка. Ну, что ж, давайте вставим ее. Опять вставить рисунок. Рисунок из файла. Вот он. Вставить. И так у нас появилась пчелка. Большая. Подводим к левому, ну, к любому уголку. И снижаем ее. Уменьшаем. Привели ее сюда. Теперь ее можно развернуть. Вот так вот наводим курсор и переворачиваем ее. Она должна у нас смотреть на этот мед. Видите, да? И так у нас уже картинка получается. Теперь нам надо написать хорошие слова. Первая пчеловодческая компания, к примеру. Или просто компания Тентуриум. Давайте напишем компания Тентуриум. Итак, вставка. Опять. Надпись. А можно выбрать сразу WordArt. Это красивые буквы. Кликаем сюда и выбираем, вот, к примеру, вот такого вида. Итак, пишем. Компания Тентуриум. Естественно, вы напишите свои слова. Но принцип вы должны освоить сейчас. Итак, большие слишком буквы мы выделили. И выбираем, вот здесь вот нажимаем Главное. Главное. И уменьшаем. Можно нажимать вот на букву А уменьшение. Можно вот здесь поменять какое-то. Вот обратите, я сделал 36, он мне показывает. Нормально. Я перевожу ее, куда мне надо. И у меня получается вот такая надпись. Компания Тентуриум. Подчеркнуто. Ну, давайте мы его добавим в словарь. И чтобы она у нас была красива. То есть, если у вас подчеркнуто правой кнопочкой, добавить, путь подчеркивания убирается. Что еще здесь можно сделать? Можно добавить фотографию. Давайте я вставлю еще свою фотографию. Чтобы уже немножко появилась как бы личность человека, который будет, собственно, на этом сайте командовать. Итак, вот я свою фотографию сюда поместил. Что ж, обратите внимание, конечно, не такой, как я вам сначала показал. Потому что это творческая работа. Я не хочу делать один к одному. Я вам просто показал, что как делается красивый хедер. Тут можно еще написать кое-что. Можно красиво написать блог Вадима Комарова. Вперед к успеху. Это уже ваше творчество. Теперь я хочу вам показать, как работают ножницы. Ведь мало создать вот здесь вот картинку. Ее нужно сохранить именно в этом виде. Идем вниз. Нажимаем на ножницы. Вот они у нас открылись. Видите, да? Вот такая вот у вас откроется вкладочка. Создать. Прямоугольник. Тут можно выбрать произвольную форму, обвести и вырезать. Но нам нужен прямоугольник. Создать. Создать. Теперь я беру. И вот этим крестиком аккуратненько обвожу. То, что мы с вами сделали. Видите, да? По границам. Чтоб все получилось аккуратно. И отпустил. Все. Вот наша фотография. Теперь ее надо лишь сохранить. Ну, тут, конечно, можно еще кое-что написать. Тут вы сами это можете потом поэкспериментировать. Главное, что мы с вами создали хедер. Потом нажимаете файл. Сохранить как. И давайте я опять сохраню на рабочий стол. Потому что я потом это удалю. Вы же в отдельную папочку там, допустим, изображения. И сохранить. Что ж. Это, пожалуй, очень важный урок. Я рекомендую вам потренироваться тщательно. Научиться делать вот эти вот хедеры. И тогда к вам просто большим потоком пойдут подписчики. Они любят профессиональные работы. Сейчас, в следующем уроке, мы с вами будем создавать сайт.